Анатолий Перевалов Анатолий Перевалов После отливки детали нужно немного постоять. И, наконец, волнительный момент. Надеюсь, что она получилась. Бывает, получается, а бывает и нет. Вот это вот отрезается, это литники так называемые. Впереди еще несколько этапов. Окончательно остудить, чтобы рука терпела. И отшлифовать. До этого этапа бронза сама на себя не похожа. Но уже после первого соприкосновения с полировальным диском открывает свою первозданную красоту и блеск. Дальше больше. Затем соединение всех деталей в единую композицию. Полгода работы и новый шедевр готов. Светильник – точная копия водонапорной башни в масштабе 1 к 100. И хотя лампа выглядит легкой, на самом деле тяжеленькая, весит несколько килограммов. Точнее, 3,5. Все из-за того, что отлит из бронзы. Пластиковый был бы легче, но Перевалову по душе природные материалы. Настоящие. Как и те объекты, которые он выбирает в качестве своих мост. Высота оригинала 25 метров по описанию. Значит, ширина. Ну, ширину я уже как мог смерил сам. Ширина составляет половину. Ну, как я намерил, половину от высоты. Но старался, чтобы похоже было. Мастеру не чуждо и самоирония. В его копилке есть бронзовый слесарь в кирзовых сапогах на скамейке. Или вот еще один автопортрет. Сам над собой пошутить решил. Внуков повеселить. И супругу сам себя отлил из бронзы. Как бы римского сената. Есть и планы на будущее. Так что тюменцев слесарь-краевед еще удивит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok